Мне в свое время Валерий Юрьевич Гиммерверт, благодаря которому все эти мои сюжеты начались, он сказал, Алексей, а когда-нибудь, дай-то бог, появится такая камера, которая сможет снимать. И вот такая камера у меня появилась, на которой я могу снимать в любое время суток, даже невзирая на усиление. В данном случае нет никакого усиления. И куда мы приехали? Мы приехали в Jazz Mall, чтобы вечерочком вам посмотреть и показать, насколько здесь красиво. Проверим? Зайдем, посмотрим. Можно ли чувствовать радость и понимать должное отношение? Даже тогда, когда мы устали от кризиса, оказывается, есть чудо из чудес. Что за чудо? А вы знаете. Но мы можем вернуть вас и даже понять, что при среднем достатке от 30 тысяч рублей чудо вот оно. Герцена 6, Jazz Mall. Мы даже говорить не будем. Сейчас все, в принципе, через банкоматы работает, да, Витя? Но в случае чего, в случае чего, что если вы что-то хотите взять деньги с карточки, это все банкоматы города Новогнитогорска. В каком еще торговом центре вы все это сможете сделать, чтобы в одном месте и сегодня, и сейчас? Этого, кстати, тоже нет нигде. Ну нет, в одном месте всех городских банкоматов. А в Jazz Mall есть. Понятие для вас простое. Вы выбираете нужный для вас банк с нормальными условиями и для хранения, и для кредитования. А доехать до места удовольствия легко. Даже, в общем-то, интересно. Я не буду противником и говорить о том, что Российская Федерация перестала делать. Да нет, она не перестала делать. Сегодня, сейчас, уже чуть-чуть после Китая мы начинаем делать все это очень-очень реально круто. И это очень реально круто. Вы можете посмотреть где? В Jazz Mall. На втором этаже есть кинотеатр. Очень хороший кинотеатр. Даже есть такое мягкие местечки. Я там был. Вот это было клево. В принципе, сегодня, сейчас вы можете даже купить один билет сходить вдвоем. Или Big Home. Сейчас покажу. Извините, но уж пришлось. Через 10 месяцев телевидение, оно же кино, в моей жизни перевалит 30-летний юбилей. И я вам скажу, в топе по кино мы вернули качество. Можно думать, а можно смотреть. И честно, в космосе ни один полноценный фильм снят не был. А Российская Федерация сделала это первым. Не везде 3D-графика рулит. Но мы вернули свои позиции и в 3D. Вам нравится вообще как бы Jazz Mall? Да, хорошо очень. Что тут нравится? Театр хороший очень. Да. А на батуты ходили? Да. То есть нормально, да? Да, очень прикольно, весело. Так что же такое Big Combo? Big Combo, вы думаете, что что-то сложное? Да, в принципе, это не сложное, это вкусное. Знаете, почему это дело вкусное? Потому что вы берете вот такой большой-большой пакет с попкорном. Ну, я лично выбираю соленый. Потому что если я буду есть сладкий, то я далеко не помещусь в телевизор. Да, 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 да. И вот эти два замечательных стакана по 0,4. Как только вы все это дело покупаете, так вы получаете второй билет на двоих. Ну, клево же, ну, клево, а то. Да, конечно, я потом схожу и на отечественные фирмы. Потому что есть несколько вариантов очень красивых, уже научились мы делать. И когда мне сказки рассказывают по YouTube, что вот это все лохотронство, я говорю, ну, во-первых, это может быть и лохотронство. Но про 28 памфиловцев я вам в рыло бы закатил. Потому что там все настолько красиво сделано, что это далеко не лохотронство. И давайте не будем говорить, что мы в ауте. Да мы далеко не в ауте. Мы научились это делать. И вы думаете, что мы не умеем рирпроекцию снимать. Все уже мы научились. Надо просто приходить и смотреть. К слову о том, что когда вы сюда придете и будете смотреть, вы денежки не потеряете, потому что это огромный зал, на котором вы сможете все это дело посмотреть. Очень хорошая тема. Я вам рекомендую сюда прийти. Время летать. Дословный перевод. К слову, время летать дешевле всех мест в городе. Точно-точно. Ну расскажи, тебе здесь нравится? Нравится, да? Да. А сколько тебе лет? Пять. Пять. Ну нравится, правильно? Ага. Нравится? Да. А почему нравится? Потому что тут батуты. Батуты. Вкусно? Да. Потому что нравится всем. Дети в восторге. Мы не говорим, что джаз, мол, дорог. Нет. Этого нет. И точка. Нравится? Ага. Нравится? Ага. Леван. Да. Я не против. Я не против этого удовольствия. Вы знаете? Была свадьба. Я на ней просто на линкольне. Пока он еще живой был. Пока кто-то мне его не раздолбил. Возил их. Видите? Музыка даже играет. Круто, да ведь? Так вот, свадебка была немножко в другом месте, но позвоночник у меня развалился по самые кривые помидоры. Естественно, что я сделал, я пришел и посидел на этом кресле, и он реально поправил мне позвоночник. Очень неплохо, кстати. Вы это можете сделать и здесь, в Джазмоле. Да посмотрите, ценники. Это пицца. Ровно то же, но меньше и по качеству в магазинах. И когда мне втирают, что человек внедряется, я брать его не буду. За эту сумму, а поверьте, чтобы пахало их надо трое, да еще и вопрос с тем, что бесконечно кушать жареное – это реальная проблема для кишечника, я делать этого не буду. Тут есть от и до, и нормальные ценники для тех, кто может вкусить аж до 80 пельменей за раз. Это я про себя говорю. Здесь вкусно? Очень вкусно. И недорого? И недорого. То есть можно говорить, приходите кушать, да? Да. Сто процентов. И мне говорят, что фудкор – это очень дорого. Во-первых, фудкор – это что такое? Если мы будем говорить про фудкор в Джазмоле, это очень большое количество качественных ресторанов. Качественных, вкусных. И, кстати, недорогих. То есть люди спокойненько сюда приходят и кушают здесь. То есть давайте все-таки объясним, что если вы сильно-сильно хотите, наверное, жить здесь. Потому что если вы хотите здесь просто отдохнуть, и 3D кинотеатр, и флайз-зона, где люди могут прыгать. Ну, детишки, естественно, вы, наверное, где-то сможете прыгать. Ну, да ладно. То есть кофе попейте, все остальное. То есть мы не будем говорить, что здесь ценники сверхдорогие. Здесь вообще все очень недорого. В том числе вы сможете опуститься на первый этаж, посмотреть, сколько здесь стоит продуктов питания. Они достаточно нормальные и грамотные в цене. То есть, в принципе, здесь можно жить. Здесь можно жить, спокойно получив удовольствие. И это мне, кстати, очень-очень нравится, когда все это есть рядышком с вокзалом, в круговой доступности от Ленинского района. Сюда даже можно с Правобережного пройти. Вообще-то это несложно. Город Магнитогорска небольшой. Но чем интересен сам джаз-молл? Тем, что здесь по-человечески круто. Как бы вам сказать, место вкусное, место недорогое, место для всех. Что за место? Джаз-молл. Где? На Герцена 6. Как я люблю режимные съемки. Я их просто обожаю. Почему я их начинаю обожать? Потому что это наши камеры. Причем эта камера у меня вчера упала. Внезапно. Я даже знаю, кто это мне сотворил. Я ее безумно люблю, как и все то, что я делаю. Потому что это моя жизнь, ее желание работать для вас. И работа, естественно, должна быть красивая. Конечно, она удержалась. Но она вам показывает то, что вы сегодня видели. А то, что вы сегодня видели, это, это, это счастье детей. Вы обратили внимание, что все дети счастливы? Им это все дело нравится. И в принципе, все, что я вам показал, по цене, не просто адекватное. Оно имеет цену даже меньше, чем в других развлекательных комплексах. Чем вам не удовольствие спокойненько прийти в джаз-мол вечерочком? К слову о том, вы даже можете здесь нормально покушать. Я обратил внимание, что в принципе куски пиццы они серьезные и большие, как и все остальное. И ценники, да они абсолютно нормальные. К слову о том, что бегать-то никуда не нужно. Можно в джаз-моле жить. Если у вас есть, ну, хотя бы уровень дохода 40 тысяч на человека. Это вообще никаких проблем. Продолжение следует...